На площади Ленина разворачивались очень большие события, так как украинские власти дали команду прямую, чтобы свести Ленина памятник. Эти события изменили судьбу каждого крымчанина. Энвер Куртаметов вспоминает, вышел тогда на площадь только с одной целью – не допустить кровопролития. Он один из первых встал в ряды народного ополчения. Основная задача и цель была, чтобы не было кровопролития и не разогрелась война, как у нас сейчас произошло в Донецкой республике. И в Луганской республике. Вот вся наша цель была и задача – взять под охрану самые стратегические объекты, то бишь это водохранилище, чтобы не было отравлений воды, потому что пострадает народ. И самое главное, чтобы не было кровопролития. А так как у нас Крым многонациональный, и весь народ встал, не только там именно славяне, русские или армяне, все, весь народ крымский встал за справедливость и за то, чтобы было мирное небо над головой у нас. Как начиналась крымская весна в этой кузнице в центре Симферополя помнят хорошо. Когда на Киевском Майдане только жгли покрышки, крымские кузнецы уже ковали стальные щиты. О том, что с новой Украиной им не по пути, поняли сразу. Ну, когда уже начался, мягко выражаясь, прессинг на крымчан, когда слово «крымчанин» стало нарицательным, ну, тогда, естественно, это было просто противодействие. Это была защитная реакция, которая всполыхнула людей. Националисты в Симферополь не доехали, а свержение президента Украины в Крыму так и не признали. Уже с конца февраля 2014-го власти полуострова де-факто перестали подчиняться приказам новой киевской власти. Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! Кровавый сценарий Киевского Майдана на полуострове удалось избежать. Единственный митинг прошел в центре Симферополя. Именно здесь, в стенах Государственного Совета, крымские депутаты отправили в отставку. Прежние власти приняли решение о референдуме и обратились за помощью к России. Несколько недель порядок в Крыму обеспечивали и бывшие бойцы Беркута. Они же стояли стеной на границе с Украиной. Опаленные огнем Майдана беркутовцы хорошо знали, отчего они охраняют полуостров. У меня здесь семья, я здесь вырос, я здесь родился. Туда мы поехали защищать целостность государства, в котором мы на тот момент находились. И повторения того, что было там, здесь не хотелось. Это было страшно, это было больно. Референдум о статусе Крыма проходил уже в независимом от Украины Крыму. К марту 14-го от Киева здесь и правда мало чего зависело. Местные силовики перешли на сторону новой власти. Россия! 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 С момента референдума прошло всего 4 года, но то, что казалось невозможным тогда, сегодня уже реальность. Впервые за много лет в Крыму сажают новые виноградники. Фермеры вспоминают, как на плантациях украинские олигархи строили вилы, а плодородную землю за бесценок отдавали под элитное жилье. 2014-й стал хорошим годом для виноделов во всех смыслах. Через считанные месяцы заработают и две новые ТЭС. Они полностью обеспечат весь полуостров своим электричеством. Впервые за его историю все это в непростых условиях санкций. Вот и самый современный аэропорт, построенный своими силами, уже в мае примет новых пассажиров. Это большие просторные залы, это 16 эскалаторов, 28 лифтов. То есть максимально понятная и доступная среда будет создана в нашем терминале. Уже совсем скоро полуостров станет ближе к материковой России. На Крымском мосту заасфальтируют автомобильные пролеты. Движение здесь откроют через несколько месяцев, а первые поезда пройдут в конце следующего года.